В такой же погожий летний день 3 июля 1944 года советские войска освободили белорусскую столицу. В результате стремительного танкового удара при поддержке авиации, артиллерии, пехоты и партизан были разгромлены основные силы группы армий «Центр» в честь подвига воинов-освободителей. В центре города на постамент установлен легендарный Т-34. Подробности операции в нашей рубрике «Военная история. Эпизоды». Масштабное наступление Красной Армии на центральном участке Советско-Германского фронта 23 июня 1944 года застало гитлеровцев врасплох. Советские войска прорвали немецкую оборону на всем 400-километровом участке фронта. Освободили Витебск, Оршу, Могилев, Бобруйск. Командующий группой армии «Центр» фельдмаршал Вальтер Модель прибыл в Борисов. Его замысел заключался в том, чтобы здесь, на Березине, остановить войска Красной Армии до переброски основных резервов вермахта. В первой линии заняла оборону дивизия генерала Карла Деккера, имевшая в своем составе 150 новейших танков «Тигр». Немецкая разведка следила за перемещением советских войск. Внимание Деккера привлек снимок с колонной Т-34 на марш. На башне головной машины были четко видны бортовой номер 145, белая стрела и буква «Л». С белыми стрелами Деккер был знаком по Курской дуге, где немцы потерпели крупное поражение. Под Борисовым генерал Деккер хотел реванша. 28 июня 1944 года командующие советских фронтов получили приказ ставки о наступлении на Минск. Войскам 2-го Белорусского фронта не позднее 30 июня, 1 июля, сходу форсировать реку Березина и, обходя опорные пункты противника, развивать стремительное наступление в общем направлении на Минск. Не позднее 7-го, 8-го июля, во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и правым крылом 1-го Белорусского фронта, овладеть городом. Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский наступление на Минск осуществлял двумя параллельными ударами – на Борисов и Смолевичей. К исходу июня 44-го подразделения Тацинского танкового корпуса форсировали Березину. Т-34 огнем и гусеницами, сминая немецкие укрепления, устремились к Борисову. Остатки немецких частей спешно отходили на запад. В 1812 году по этой дороге бежала армия Наполеона. Во время окопных работ на берегу Березины был найден орел с древко-французского знамени. Параллели с отступлением французов действовали на нас угнетающим образом. Прорыв советских танков нарушил построение немецкой обороны. Генерал Деккер получил задачу оперативно ликвидировать Бреж. Его «Тигры» двинулись к переправе. В то время советские танкисты нанесли мощный фланговый удар. Смяв сопротивление противника, подразделения ворвались в город. Взвод младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова уничтожил три танка «Тигр», большое количество живой силы захватил 20 автомобилей с имуществом и боеприпасами. Деккер вынужден был отвезти уцелевшее подразделение на запад. 1 июля 1944 года Борисов был полностью освобожден. Происходящее напоминает на лето 1941 года. Только теперь мы, а не русские, вынуждены отходить под стремительными танковыми бросками и ударами авиации. Нет надежды на спасение и в тылу. Атаки партизан непредсказуемы и результативны. Много раненых и убитых. Солдаты деморализованы. Фельдмаршал Модель приказал стоять насмерть, как русские под Москвой. Ставить в пример противника цинично. К тому же им было за что гибнуть, а наша Германия отсюда далеко. Потерпев поражение на Березине, немцы спешно стянули войска к Минску с задачей выровнять линию фронта и не допустить окружения дивизий 4-й полевой армии. Господствующие высоты на подступах к белорусской столице заняли 6 пехотных дивизий и полицейские полки СС. Позиции были хорошо подготовлены в инженерном отношении, имели большое количество капониров для проведения маневренной танковой обороны. Но столько генералу Деккеру было уже не нужно. Из 150 танков за 4 дня боев в строю осталось только 28. Корпус генерала Алексея Бурдейнова сосредоточился на восточной окраине столицы. Здесь немцы имели укрепленные узлы обороны на скатах господствующих высот с развитой системой артиллерийского и противотанкового огня. С флангов пехотные части прикрывали пантеры. Бригада полковника Лосика атаковала сходу. Ночной бой получился коротким и яростным. Гвардейцы метким огнем сожгли 5 танков и еще несколько подбили, подавили 2 артиллерийские батареи, уничтожили около 40 автотягачей и до батальона живой силы врага. Путь на Минск был открыт. Генерал Бурдейны отдал кодированный приказ – 555. Это означало штурм. Удар гвардейца был настолько неожиданным, что гитлеровцы не смогли оказать сопротивление. Первым в Минск ворвался танк Т-34 с бортовым номером 145 под командованием младшего лейтенанта Дмитрия Проликова. За танкистами вошли основные силы Красной Армии. К 17 часам 3 июля 1944 года Минск был освобожден. Реванш немецкому генералу Деккеру взять не удалось. Он снова потерпел поражение от белых стрел. На этот раз его дивизия была разгромлена полностью.